Привет, народ! Сегодня у нас новинка, классическая адвенчура-меморанда, вдохновленная произведениями японского писателя Харуки Мураками, с которым, надо признаться, я не знаком, но, быть может быть, как раз эта адвенчура, на которую я еще давненько достаточно обратил внимание, поможет мне, собственно, подойти к этому знакомству с произведениями этого культового достаточно писателя. Прежде чем начать, у нас, наверное, есть все-таки серьезная проблема, о которой я должен сказать. Игра, как вы можете, наверное, догадываться, полностью построена на диалогах, то есть здесь действительно очень состоятельный сюжет, это, возможно, даже главная часть игры, скорее всего, так и есть, потому что, раз игра вдохновлена произведениями писателя, но она не переведена на русский язык, то есть нет субтитров, и будет достаточно тяжело, я сейчас еще даже пока не знаю, получится ли мне переводить на ходу, или, быть может быть, я как-то буду потом комментировать, посмотрим, как пойдет по делу, то есть какие тут диалоги динамичные, или не слишком динамичные, или можно потратить время на их перевод. Собственно, это, конечно, серьезный вопрос, прежде чем подходить к меморанде, нужно именно задаться, готовы ли вы играть в игру с таким сюжетом, недостаточно хорошо зная английский язык, потому что, возможно, тогда у вас возникнут серьезные проблемы. Давайте посмотрим, собственно, как здесь все это будет выражено, и сможем ли мы с этим справиться. Давайте начинать. Так, нужно ли мне куда-то нажать, такое ощущение, как будто, что от меня требуют каких-то действий. Моя друзья взяла эту фотографию на день, когда я рассказал моему мужу, о том, что я устраиваю от нашего творческого жизни. Мы много разговаривали, что мы уже были раздражены до того, что мы уже были раздражены. Хорошо, так, это, видимо, какая-то предыстория, которую мы должны ознакомиться. Мой друг сделал эту фотографию в тот день, когда я сказал моему мужу, что устала от нашей скучной жизни. Мы так много спорили, что с тех пор мы были разделенными. Ну, не разведенными, наверное, все-таки, но именно разделенными, скорее всего. Да, что ж, женщина жаловалась на скучную жизнь. Ну вот, да, можно уже здесь какие-то нотки начать улавливать. Собственно, дух оповествования. Так, ну ладно, это что, это предыстория или что конкретно? Нам дочка теперь говорит. Что бы я ни делала, наши пикники всегда заканчивались с моей матерью в дурном настроении и расположении духа. Вот почему я всегда, ну, старалась чаще, что ли, с папкой зависать. Ну, то есть, ближе была к папке, потому что он не был таким хмурым, а мать все время хмурилась, чтобы дочь не делала. Такие, знаете, какие-то очень, вроде, легкие, но бьющие сразу мрачные нотки присутствуют. Тяжелые, скорее, не мрачные, а тяжелые именно. Ну, ладно. Так, и вот это что, совсем непонятно мне, что на иллюстрации изображено. В старшей школе все завидовали, когда они видели это фото, потому что нужно быть очень удачливым, чтобы увидеть этого знаменитого слона в цирке. Понятно. Но мы видим, что это наша же героиня, которая была тогда маленькой, теперь она, собственно, повзрослела и в старшей школе оказалась. А, тут еще и какое-то продолжение, а, кстати, можно было, наверное, и на других фотографиях узнать его. То есть, здесь она еще со самой популярной девочкой в школе отправлялась, ну, делать, ну, вот эта фотография сделана. И, дорогая Морика, это кто? Это вот как раз подруга или все-таки именно слон? Нет, скорее всего, подруга, потому что она что-то сделала. Ты была такой, она была такой очаровательной и умной. А что она сделала? Так, не говорите, что тут самоубийства какие-то она кто-то совершает. Черт, ну, у меня опять предчувствия к чему-то сразу нахлынули. Я не знаю духа, не знаю мураками ничего, но у меня какие-то вот такие чувства сразу начинают появляться из ниоткуда. Может быть, из-за фонового звука. Он какой-то такой тревожный немножко, ну, ладно. У нее закрываются глаза, и она хотела наконец-то уснуть, и никак не могла заснуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The story made me more scared of the humans on the other side of the pit than of dinosaurs. Maybe that was my dad's intent. He used to say that in those mills and houses on the other side of the pit live humans who turn into animals at night and come and steal things from us. I wish there were those stories that I couldn't remember. Although people on the other side of the pit had left years ago, I never found out who actually lived there. I wish you were here, dad. We could go to the other side and have a closer look. Ну, я не смог переводить в синхронно, достаточно легкий хотя язык. It's just like you're falling asleep. Open your eyes. This is only the 17th day of no sleeping. Could you turn your face away? Those terrifying red eyes. Why don't you leave me alone? How long are you going to torture me? I want to leave you alone. But I can't. Since long ago, when I was a young captain, I couldn't be awake while sailors were asleep. Come on. Get up. Get out of bed. Don't you have a few days off from work? Go play a little at least. Слушайте. Вау. Нет, очень. Рисовка просто. Реально. Ручная полностью, естественно. Это очевидно. Но как же классно она выглядит. И стиль повествования, ну, вау. Тоже. Если, наверное, кто-то знаком с мураками, то он не будет так впечатлен. Но я-то не знаком как раз. И для меня это что-то впервое. Вообще, все очень легко. То есть, если английский язык вы знаете, то вы сможете переводить. Ну, на простом уровне. Да, тут прямо написано в заголовке, что... Точнее, под заголовком. Что это на коротких рассказах о руке мураками. Основанное повествование. Так, хорошо. Ну, я не знаю, есть ли смысл сейчас мне уже допереводить. В общем, вот это вступление было очень сильно, на самом деле. То есть, там действительно вот эти все тревоги. Связь с отцом. Все это проявлялось. И что-то на грани сновидений. И каких-то смещений сказок. И страха людей. Все совмещалось. То есть, в общем, если вы знаете английский язык, то вы, наверное, сможете переводить. Он здесь все-таки не такой сложный, как я уже боялся. Не Kentucky Road Zero. Знаете, хотя Kentucky Road Zero можно переводить за счет того, что... Игра статичная, по сути. Но я, наверное, не буду сейчас все-таки заниматься переводом. Потому что куча неточностей будет. И сразу все такие... Что такое? Синхронно у меня не получилось. Наверное, потом тоже на дубляже не буду. Хотя, если в итоге игру я решу проходить именно для канала, то, наверное, я сделаю именно перевод. В принципе, язык достаточно простой. То есть, ничего пока что от нее не ушло. Но в итоге суть какая у нас сейчас? Наша героиня реально не может заснуть. И, скорее всего, похоже, не смогла заснуть. Или смогла заснуть. И, похоже, оказалась в таком своем полусне. Где она... Это полуреальность. Где она, кажется, не может до сих пор заснуть. И в то же время это какой-то сон от счастья. В то же время у нее тревожное прошлое. И какие-то насущные дела, которые тоже на нее тяжело налетели. Возможно, связанные с подругой. Посмотрим, что у нас тут, собственно, есть. По геймплею. Насколько я знаю, игру ругают очень сильно за то, что здесь ужасные пазлы. Ну, не пазлы, а именно квестовые геймплеи. То есть, поиск предметов, использование. Все очень нелогично, притянуто за уши. И вообще не доставляет никакого удовольствия. Это вот это может действительно очень сильно испортить любую историю. Неважно, насколько игра красиво нарисована. Это очень красиво, по первым впечатлениям, игра нарисована. Просто если вот так вот обидно будет, ужасно обидно, что если действительно так. Так, что ж. Открыть инвентарь можно. Правой кнопкой объекты, чтобы осмотреть. Хорошо. Левая кнопка, клавиша и мышки. Взаимодействовать или подобрать. Так, правой кнопкой в инвентаре тоже можно объекты осматривать. Ну, очень классический квест. По управлению, кажется. Можно использовать предметы из инвентаря. Ну да, наверное, если они здесь с этим... Ну, слушайте. Ну все, это уже нормально. Никто не жалуется, что если делают вот именно киношные игры такие или книжные, литературные какие-то... Где чисто повествование, где минимум геймплея. Наверное, здесь они реально с этим перемудрили, мне кажется. Ну, то есть такие квесты все еще пользуются популярностью. Но есть большой риск. Вы рискуете испортить самое главное, что у вас есть. А здесь, я так понимаю, все-таки самая главная история. Ну, я рано жалуюсь просто. Я знаю, что много людей на это именно жаловались. На сложные какие-то головоломки, которые портят все. Так. Можно нажать F, чтобы показались все предметы интерактивные на сцене. Но это такое, знаете, облегчение. Подсказка, что ли. Можно открыть еще карту. Слушайте, очень много кнопок. Хорошо. Ладно, разобрались. Музыка хорошая играет. Вау. Вообще все очень качественно. Сиамский кот. Миса. Или кошка. У меня просто была сиамская кошка. Слушайте. Я готов любиться в эту игру. Но пока рано. Так. Фото-кадры. Ну да. Картин. Картины, точнее. Фото-картины. То есть в рамках фотографии. Давайте посмотрим. Почему ты так одет? Это нормально? Давай взглянем на них. Хорошо, что у меня есть фотографии от многих моих друзей. Если бы я забыть их faces, благодаря моим меморандам. Ага. У нашей героини проблемы с памятью. Но неудивительно учитывая, что, собственно, игра называется Меморанда. И у нее есть фотографии всех ее друзей. Она за счет их может отчасти их вспомнить. Здесь немножко, конечно, она сарказмом это говорит. Но тем не менее. Так. А почему ты так одет? Ты можешь ходить? Да. Вот. Все. Ну, отчасти похоже, конечно, на вот, например, у Тима Шефера. Broken Age. Да? Рисовка такая же, отчасти была бы там такая, но все-таки здесь другой стиль есть немного. Именно в изображении персонажей. И, честно говоря, мне он импонирует больше, чем в Broken Age. Это из последнего, что я играл, в ближайшую ассоциацию нашел. Так. Вот здесь именно воспоминания. Так называемая меморанда, да? Она называет их, привыкла их называть и так и хочет называть их меморандами. Окей, да, действительно красивее, чем просто заметки. Или как они там называются, действительно. Хорошо. Когда я был ребенком, каждый раз, когда я хотел идти к в первый день класса, я привезла одну из этих. Ага, она когда-то кому приходила на день рождения в школе, она всегда приносила одну из вот таких вот. Нет, не шар, а вот игрушку вот такую. Ну что, неплохой подарок. И у тебя был собственный, что ли, стиль, отчасти, можно так сказать. Так, а если ты еще раз посмотришь, что-нибудь другое скажешь? Хорошо, вторых, значит, диалогов нету, да? Хорошо, вторых, значит, диалогов нету, да? Хорошо, вторых, значит, диалогов нету, да? Otherwise, I would forget their faces, thanks to my memory problems. Ну, даже если у вас, собственно, с английским не очень, то вы можете, собственно, повторять, вот, во всяком случае, такие диалоги точно сколько угодно раз, и, собственно, если что-то первый раз не до конца, не успели перевести, например, на слух, на время, да, то есть, попробуйте еще раз, и, может, у вас получится, получится. Ну, с переводчиками я бы все равно не играл в такие игры, это, блин, тут есть темп какой-то, как-никакой. Сидеть с переводчиком, переводить все, это не совсем правильно. Так, граммофон. Граммофон. Да, люди говорят, что все еще... Ну, отчасти лукавит, конечно, но, вообще-то, есть, действительно, это не какой-то там, что ли, хипстерская хрень или что-то там аудиофильная фигня, а, действительно, на винилах есть все еще преимущество по звуку, чем каких-то, ну, не знаю, цифровых носителей. Так что, это не совсем, скажем так, хипстерский буллщит. Что у нас в сейфе? Ну, в общем, она не помнит кота от сейфа, но в прошлый раз открывала его, помнит хотя бы это, хорошо. То есть у нас серьезно здесь будут проблемы с памятью, интересно, как это будет в итоге, собственно, по повествованию проходить, и как это будет на игрока влиять, потому что мы же тоже вместе с нашей героиней. Мы-то ничего не забываем, по идее. Интересно. И музыка хорошая. Не знаю, почему, пока игра оценки низкие получила, но сейчас, похоже, мы еще не приступили к решению квестов. Так, большое растение. На фоне, практически. Оно выросло сильнее, чем наша героиня. Героиня такая не то чтобы симпатичная, азучка какая-то у нее такая, да? Симпатии сразу не проникаешь с первого раза, но мне кажется, нужно время просто. Внешний вид обманчив. Может быть, у нее еще наряд такой экстравагантный, скажем так. Да, это растение купил ей отец, когда она родилась. Так, у нас тут ноутбук. Что? Напрямую с игроком сейчас сообщалось, как бы, типа, лаптоп здесь не совсем будет уместен в этой игре? В какой игре? В нашей? Но она не будет на него тратить время. Кстати, вы... Ты очень несовместима с лаптопом в своем наряде, и лаптоп как-то вот несовместима. Ну а что мы... Давайте мы поговорим с Миссой. Помяукай, пожалуйста. Да, мне тоже жаль, что мы не можем провести больше времени с Миссой. В общем, это не ее кошка. Это кошка ее подруги, скорее всего. Эрики, да? Это, наверное, все-таки женское имя. Имена тут такие еще интересные. О, карта, которой мы будем пользоваться непосредственно. Оранжевый сок... Оранжевый сок. Апельсиновый сок. Возьмем. Хотя сначала, наверное, стоило бы узнать, что это. Так, вот. Не, визуально очень хорошая игра. Что? Пока мне все нравится. Ну, в общем, да. Приятно, когда у тебя есть что попить. Можно перейти на третий этаж. Так, ладно. Здесь больше... Собственно, я так понимаю, нужно все-таки очень внимательно чуть ли не пиксель-хантингом заниматься, да? Судя по отзывам. Поэтому я сейчас внимательно все буду осматривать, чтобы ничего не пропустить. На кровать посмотрим. Ну да, мы видели все этого... Пугающего вида мужичка с красными глазами. И вот, короче, она говорит, когда засыпает, то видит его. Тут что-то такое, да? Тут что-то здесь... Немного сюрреалистичное происходит. То есть, вот данный момент. Не то, что она говорит, а что-то сюрреалистичное происходит. Ну, ладно, я не буду сейчас прям конкретно конкретизировать. Но я думаю, мы все это ощущаем. Так, ну возьмем уже карту. Давай. Я чувствую себя безопаснее с карты. Да, любой, конечно. Хотя я иногда, если в некоторых играх, где есть карты, я стараюсь не пользоваться ими иногда. Чтобы... Ну, как-то самому, что ли, проявлять себя в мире. Например, Биошока сейчас перепрохожу. Ремастер. Вообще, стараюсь не открывать карту. Стараюсь сам узнавать весь. Полностью. Узнавать уровень. У нее, кстати, есть блокнот. То есть, мне кажется, так интереснее. Например, в некоторых играх карты не нужны. Но здесь, может быть, она будет полезна. Так, ну... Немножко к анимации можно придраться. Достаточно она такая слишком уж уж простая. Ну, ладно. Окей, давайте перейдем на третий этаж. Нам больше все равно некуда идти, ведь. Похоже, нет. Хорошо. Пошлите на третий этаж. Нет, рисовка очень хорошая. Да, к анимации можно было придраться, что совсем простенько. Как будто на флэше игра, но... И что? В принципе, это не так уж страшно. Вот что это? Это почему сердечко улетает наверх? Что происходит? А, лифт ездит. Окей. Это ее какой-то, кстати, амулет, похоже. То есть, не какой-то случайный, который она нашла. Который ей дорог. Никакая живая душа не может так сильно тронуть, как вот этот амулетик. Квартира Митсуки. А, то есть, все, мы вышли из квартиры. Хорошо. А куда мы пойдем? Что мы хотим? Все как-то в тумане, как будто. Может быть, это как раз связано с тем, что у нашей героини проблемы с памятью? Дневника здесь нет никакого. Нет, вроде. Не должно быть, да? Окей, все нормально-то. Ну, по лифту спустимся. Ну, да, тоже слышать элементы вот таких вот классических-классических адвенчур. С вот такими вот экранчиками статичными. Но тоже красиво нарисованными. Куда поплывем? Почему я сказал поплывем? Может, это не случайная опечатка? Оговорка. Давайте на первый этаж. Так, это чья квартира, кстати? Ну, там система стука. То есть, как видимо, нужно стучать, чтобы проникнуть внутрь. Не шуми. Используй вот эту систему стука. Тут какие-то коды нарисованы. Кстати, может быть, это как раз является подсказкой. Ой, ну я... Слушайте, тут еще карты. Хотя вроде... Один, два, три, четыре. Я могу их перемещать, да? А что, там есть разный стук, что ли, у каждой карты, что ли? Ну да, походу, да. Вот здесь вроде, по-моему, как раз вот эта диаграмма должна нам намекнуть, как нам надо стучать. Но я не уверен. У нас здесь шесть карт. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Здесь не совпадает. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре. Я смотрю, сколько пиков просто, нижних и верхних, чтобы, может быть, как-то все-таки действительно... У меня есть подсказка. А кто здесь живет вообще? Ну, она, она говорит, что где-то должна быть подсказка в здании. То есть, не здесь, что ли? Я все-таки попробую вот какой-то из этих кодов использовать. Ну, вот, например... Раз... Ага, что за текст был в левом верхнем углу. Ну, в общем, кто бы там ни находился, мы-то не знаем еще. Он говорит, вы музыку-то не понимаете, что вы пытаетесь сюда проникнуть, зачем? Я хочу понимать музыку. Подскажи мне, как ее понять. Вы просто... Ну, то есть, ничего не делаете толкового, а просто рандомно что-то пытаетесь сделать. Да, это так и есть на самом деле. Я не думаю, что я смогу сейчас код понять. Давайте воспользуемся сразу второй подсказкой, чего тянуть-то. Кота за яйц. Постер, да? Ну, то есть, вот это все-таки не код. Хорошо, значит, будем искать постер, ладно. Хорошо. Я не знаю, зачем мне туда вообще... Ощущаю вот это отсутствие мотивации прямой, и мне... Очень странно себя ощущаю. Но, может быть, это как раз то, что я должен ощущать, я не знаю. Давайте спустимся в лобби, что ли? Мы в отель вообще или как? Похоже на отель. Так, поговорим с Джеком, кто бы это ни был. А, мы его знаем. Ну, я думаю, что это правда. Ага, вот начинаем что-то узнавать. У нашей героини проблемы с именем, то есть, ну это я слышал, на самом деле. То, что она его не помнит, и она просила вот этого Джека, видимо, глава, главного тут, ну, смотрителя, что ли, чтобы он никому об этом не говорил. Также она очень тихий жилец этого дома, потому что к ней никто никогда не приходит, и все, она не шумит, и, в общем, у нее отлично. Какие отношения с Джеком? Музыка какая-то такая, немножко, знаете, контрастирующая, или нет? Я не совсем понимаю. Очень шумный, может вы его выключить? Вентилятор. На, из-за того, что он, типа, жарко ему становится, возможно. Может, я еще поговорю с тобой, Джек? Ага, диалоги можно пропускать. Так, ну, да, нам сделали подсказку по постеру, давайте попробуем сейчас посмотреть здесь, собственно, есть ли здесь, собственно, этот код. Да, в общем, это сын Джека, и он стал режиссером, которым хотел стать в свое время Джек. Ну, Джек радуется за сына, естественно, он сейчас где-то там снимает фильмы крутые. В Африке, что ли? Ну, круто. Араш Асабдур. Хорошо. А еще что там? Ну, я здесь не вижу кода, кстати. Постер, хотя, казалось бы, да, подсказка такая. Что на часах? Ага, календарь шестилетней давности на столе. Вот этот, видимо. И часы старые. Все кажется старым в этом месте. Хм, интересно, почему. Мало узнаешь о том, что здесь действительно сейчас происходит, потому что это газета лежит тут неделями. Что-то здесь все как будто замерло, действительно. Но она говорила в интро, на самом деле, про это было. Ну, ладно. Так, куда мы сейчас можем еще отправиться? Здесь больше некуда идти. Только в лифт. А может быть, инвентарь? А куда делается наш предмет? Может, Джеку предложить сок попить, а то он чай да кофе, чай да кофе. Да? Ну так выпьем. Давай выпьем сок. Не кажется очень логичным. Может, я бы сделала это в прошлые дни. Ха, интересно, когда что-то такое вот стандартное неправильное делаешь. Она говорит, не выглядит, ну, стандартно говорит. Это не очень логично. И в то же время я могла бы сделать это раньше. Ну, в прошлые времена. В общем, тема прошлого здесь очень сильная, походу. То есть она очень серьезно. Серьезную роль играет в повествовании. Так. Ну, где мы еще не были? Мы были везде, по-моему. Вот это что? Ах, нет, это просто выход. Вернемся в лифт. Вот что за текст здесь я с трудом могу разобрать. Здесь, впрочем, написано. Угу, постер Квардаш. Может, это тот самый постер, который нам нужен? Это постер именно вот этого чувака, что ли? Так. И здесь должна быть подсказка. Как раз. Которая мне должна подсказать, как не играть. Так, что ли? Может быть, вот эти волны опять звуковые? Нижняя, верхняя, нижняя. Что это? Ничего мне на самом деле не говорит. Это именно постер музыканта. Так, ну давайте вернемся. Куда еще можно? Вряд ли. Это то, что нам нужно. На второй этаж. Алло? Мы здесь не были. Телефонный разговор. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Так, так и ты. Ты в какой-то проблеме. Что? Ты не знаешь, что я говорю? Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Уровень озвучки. Уровень озвучки кажется мне немножко странным, но это очень интересный выдумал лог, потому что он как будто пересекался с нашей историей, с историей нашей героини от счастья. Я сначала подумал, что это просто диалог, возможно, жены с мужем, который куда-то запропастился и не возвращается домой. Ну, что мне кажется, что это больше. Мне вообще-то на самом деле интересно, что там происходит. Но это квартира человека, который куда-то сбежал. Давайте заглянем туда. Прям так и написано, называется квартира так. После того, как он увидел слона, с ним что-то случилось. Даже если бы мы, короче, знали эту леди, которая находится за этой дверью, то мы бы не решились бы с ней сейчас заговорить, когда она такая злая. Хотя я не чувствовал в её голосе злости, но мне кажется, эта озвучка всё-таки не очень, на самом деле. Но мне кажется, это очень интересный персонаж, если мы действительно долгое время не будем попадать за эту дверь, например, и всё равно периодически что-то слышать оттуда, вот такие обрывки фраз, это очень хороший будет персонаж для повествования. Или часть вообще повествования. Какой-то диалог доносящийся, например, разговор по телефону из закрытой двери, за которой мы не знаем, что происходит, не знаем, что там было, что за история. И в то же время мы что-то ловим в этом разговоре, то, что трогает нас именно. Так, а что за девочка? Маленькая девочка просто. Мы её не знаем? Привет, маленькая девочка. Как твоя имя? Я не думаю, что я никогда не видел тебя вокруг здесь. Хм. Хм, она такая подозрительная на нас. Что это? Безумная женщина, разодетая, неизвестно как, себе позволяет. Не знаю, нет моего имени. А может ты что-нибудь скажешь ещё? Я не хочу поговорить с вами. Не волнуйся, я живу в этом здании. Я не могу поговорить с тобой, потому что у тебя нет детей. И что, раз у нас, у кого-то нет детей, то всё что ли? Ооо, сейчас тут, может быть это дом, это, я сейчас сразу первые теории какие-то сумасшедшие выдвигаю. Может быть этот дом, это дом внутри головы нашей героини. Какой-то образ психологический. Строение. Образ дома внутри головы, то есть состоящий из её каких-то, возможно, то ли страхов, то ли, например, каких-то желаний или планов всего вот этого. Возможно. Я сейчас не буду выдвигать теорию какие-то такие, но мне вот что-то, кажется, что здесь такое что-то может быть. Отчасти. То есть не обязательно, прям буквально, но тем не менее. Значит мы не можем сюда проникнуть и мы не знаем куда нам ещё идти. Ну то есть на третьем этаже там и были. Но я попробую ещё раз с ней поговорить. Может ей сок дать действительно? Хм, нет-нет-нет, вернись, вернись. Она пытается, кстати, эта женщина всё ещё дозвониться своему то ли мужу, то ли кому. Ну мне кажется, маленькую девочку-то с соком-то подкупить можно. Ты уверена? Ну ладно. Она предпочитает его всё ещё держать у себя. Хорошо. Почему мы не взяли это сердечко? Мы должны были его взять. Эй! 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 Что ты делаешь здесь? Ты не должен быть в инвентаре? А что происходит? Разве ты не должен был оставаться в инвентаре? Говорит она. Да, мы же его действительно взяли. Мне показалось странно, может быть, бак какой-то. Какого чёрта? Что здесь происходит вообще? Так, сейчас ты у меня в инвентаре, точно. Ни живой души не может двигаться так много, как эти стены. Ммм, если это часть какой-то головонки, мне нравятся здесьшние головонки. Даже если они будут сложными и, на первый взгляд, совершенно логичными. Но в квартиру мы сейчас возвращаться не будем. И в лифт, кстати, тоже. Попробуем спуститься на нижний этаж и проверить, исчезнет ли у нас медальон. Ну-ка. Опа! Какого чёрта? Его уже нет с нами. Возвращаемся, потому что это не дело. Хмм. Хей! 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 Но, вам не кажется странным, что его тянет именно вверх? Что, если мы поднимемся на четвёртый этаж? Будет ли он тогда ещё с нами? Его как будто тянет именно на этаж выше. Так, а что на этом этаже? Мы здесь не были. Какого чёрта? Ну-ка, инвентарь? Нет, медальон снова пропал. Это странно. Это странно и немножко, знаете, пугающе. Особенно учитывая, какая здесь атмосфера на этом этаже. Хорошо. И я до сих пор не понимаю какую-то историю. Ну, то есть, что вообще за история за всем этим стоит? Только знаю основную фабулу, именно заключающуюся в том, что у нашей героини проблемы со сном. И с какими-то персонажами, ну, из её прошлого отчасти. Но что происходит в данный момент, я не могу понять. Так, постер фильма. Ну-ка. Мистер Джагало был её любимым актёром в фэнтези-фильмах, и она видела фильм с ним когда-то. И это он здесь как раз может быть живёт? Музыкальное сопровождение всё-таки хорошее, надо признать. Ну, то есть, немножко иногда не попадает, как будто в такт картинки, да? Но в целом всё равно очень яркое. Такое, художественно цельное. Что здесь за комната всё-таки у нас? Почему Джак закрыл эту дверь, и почему никто из них не пытался выяснить, почему он это сделал? Но здесь есть старое фото. Да. Что-то под ковриком. Половичком. Какая музыка? Так, чья фотография? Джека и Фила фотография. И это тот самый слон, про которого мы слышали? Ну, то есть, не удивляйтесь вообще, что тут слон. Во-первых. Фотография. Так, этот друг Джек был другом этого слона в цирке. Окей, Джек был другом этого слона. В цирке. Не того ли самого слона, с которым ты фотографировалась тоже? Наверное, надо Джека будет спросить об этом, правильно? Какая фотография. Очень интересно всё. Но сюда мы не проникли к ним. И больше здесь всё-таки ничего нет, хотя вот эти коробки могли бы, наверное, что-то в себе содержать интересное. Вот этот постер мы, к сожалению, осмотреть не можем. А вот в эту темноту вообще не можем пройти. Видимо, там нет всё-таки ничего. Возвращаемся на третий этаж. Где этот чёртов медальон? И какой-то, знаете, вот этот, слышите высокочастотный шум? Высокочастотный шум. Мне кажется, он не случайен. Я не уверен. Так, если ты сейчас даже пропадёшь, когда я зайду в квартиру, я буду очень сильно расстроен. Да, он опять пропал, этот медальон, а? Пока неизвестно, что с ним делать. Честно говоря, у меня даже нет никаких идей. В квартире очень уютно. Как-то... Вообще вся обстановка достаточно уютная. Да и именно в подъезде, ну не в подъезде, как это называется. В прихожей тоже, в общем, в коридорах. За пределами квартир. Но квартира у неё особенно уютная. И это какие-то сильные контрастные ощущения во мне вызывает. Когда внешняя обстановка настолько приятна, и в то же время что-то не так. Явно вот это, что-то не так. Что-то не совсем правильно. Это интересно. Мне нравится эта игра. Она, по-моему, как раз попала в моё настроение, что ли. Миса, чтобы... Скажи мне хоть что-нибудь. Нет, вряд ли. Мы тут немножко займёмся пиксель-хантингом всё-таки. Ещё раз. Вот, фотография Вики. Она была здесь до этого или нет? Ну, она говорит об этом так простодушно. Она открывает глаза и видит, что другие люди есть ещё в мире, которые счастливы. Это фотографии её подруги со свадьбы. Да уж. Ну, вообще странно, да, немножко кажется, держать фотографию подруги с её свадьбы. Прямо над кроватью. Есть что-то в этом. Я не скажу, что это такое болезненное, что ли, но странно именно. И не то, чтобы плохое. Ой, ну, игра очаровательная всё равно. Ну, немножко не хватает ей плавности. Именно вот я уже говорил про анимацию. Музыкальное сопровождение меняется слишком резко. Возможно, это очень сильно меняется. То есть композиции прям самодостаточные. Каждой по отдельности. И они тут так вот так вот переходят постоянно, если ты будешь особенно перемещаться часто. Это будет странно. Вот номер квартиры, может быть, он что-то должен нам сказать? 1-9-2-1. У нас нет таких карт, но, тем не менее, 1-9-2-1. Не странно ли вообще такой номер для квартиры? Вот что я хотел бы сказать-то. Давайте спустимся вниз и поговорим всё-таки с Джеком. Что он нам скажет про фотографию? А может быть, фотографию стоит показать... Маленькой девочке? Да, она опять повторила про... Этот монолог про старые дни, что она тогда могла это сделать. Хорошо. Возвращаемся туда на первый этаж. Нет, я точно уже... По крайней мере, даже если здесь колонки будут сложные, я тем не менее, всё равно считаю, что... Художественное оформление достаточно такое здесь сильное и повествовательный стиль настолько интересный, что... Даже если геймплей сам по себе не очень, тем не менее, ради него стоит, наверное, пережить какие-то страдания некоторые. То есть, скорее всего, я продолжу прохождение игры. Просто не уверен, что это для канала именно нужно будет делать. Тем не менее, игру я не зря ждал, вот сейчас я думаю. И немножко даже сейчас расстроен, что меня низкие оценки чуть-чуть напугали. Ну, то есть, понятно, что это не шедевр, это не Oxenfree там, да, например, не Firewatch из современных адвенчур. И даже не лучшие, наверное, адвенчуры от кого, кто там их сейчас делает. Тот же Broken Age, наверное, в целом будет лучше восприниматься. Но здесь есть собственный дух, стиль интересный. Меня он и очень сильно импонирует. Так, я не думаю, что мы сможем всё ещё проникнуть в эту дверь, у меня нету кода никакого. Хотя нам нужно всего три цифры, по сути. Давайте ещё раз взглянем на фото. Нет, сначала вернёмся к Джеку. А, можно выйти из города всё-таки? Воу, окей, я не знал. Только сейчас заметил. Хорошо. Поговорим с Джеком про фотографию. Если Джек видит это, он это будет от меня. Я знаю цену старых фотографий. Ты знаешь цену старым фотографиям? Звучит мистически, знаешь ли ты это? Ну, в общем, Джек заберёт у неё эту фотографию, когда увидит, что она... Когда она ему её покажет, думает она. Ну, наверное, так и случится, скорее всего. Он не хотел бы, чтобы эту фотографию кто-то видел. Хорошо, ну давайте попробуем выйти из города. Я немножко даже волнуюсь, потому что... Что меня там ждёт? Мы окажемся в том месте, которое было в заставке, скорее всего? А, не совсем. Ну, то есть, город какой-то обыкновенный. Чёрт. Игра красивая. Очень красивая. Она красивее, чем... Broken Age, с которым я ранее сравнивал. Анимация здесь хуже, чем в любой адвенчуре, да? Из... Такого высокого уровня, но тем не менее. Сама рисовка очень хорошая. Иллюстрации... Игру можно было подать в виде одних и лишь иллюстраций статичных. В принципе. Собака, что с тобой не так? Так, здесь какой-то был, знаете... Может быть афоризм, может быть что-то другое. Какая-то шутка, которую я не уловил. Всё-таки английский действительно лучше знать лучше. Ну, логично, да? Чтобы полностью проникнуться игрой. Покажем собаке фотографию. Почему нет? Я не хочу потратить моё время, используя две нерациональные вещи с другом совмещать. Привет, Марта! Ты еще ищешь к твоему коту? Я уже не могу не взять это! Как бы кот пойдет прямо в дерево и никогда не вниз? Он должен был вниз, когда ты не видишь. Не могу! Я сидит внутри этого дерева за час. Я была диздянаю через несколько дней. И как будто бы у тебя было два дня, и так долго. Ага, как бы не пить в блинтем. Особенно логично мальчиков, которые верят их в местах. Но он будет вверх. Он будет вверх. Что? Он никогда не уйдет больше, чем 100 метров от здесь! Также, как бы он уйдет с этим твердым в конце улицы? Я ходила эти улицы очень много. Если я его вижу, я его верю. Это бы ты так милый. Я надеюсь, что ты найдешь его имя скоро. Я слышала много о твоем оборудовании. Да, спасибо. Никто не мог знать о моих проблемах. Я знаю, кто говорит. Вот Марта откуда-то узнала, хотя она ей вроде бы не говорила о том, что она забыла свое имя, не знает своего имени. И она, наверное, думает, что это Джек, скорее всего, болтает тут лишнего. Но вообще нам тут как будто задали такой дополнительный квест. А может быть вовсе и не дополнительный. У нее потерялся у Марты кот, который никогда от нее не уходил никуда, забрался на дерево и не вернулся. Бывает такое, знаете, да? Она его ждала-ждала, а он не вернулся. А тут еще собака. В общем, он точно не может вернуться никогда домой. Она хочет, чтобы, ну, будет рад, если мы вернем ей кота. И, конечно, мы это сделаем. Котов мы спасать готовы в любой игре, что уж тут сомневаться в этом не приходится. Так, ну куда пойдем? Погуляем? Мы все-таки не можем ничего сделать в доме, так что, наверное, пойдем погуляем. С Джеком можно поговорить, наверное, спросить, а не ты ли там болтаешь? Но он не выглядит как человек, который может болтать, поэтому мы пойдем дальше. Если мой имя... Если мой имя боится о животных, как я, то он не будет исчезать таким образом. Черт, я все еще... Я сейчас два раза это еще прослушал и все равно не совсем уловил смысл. Так, ладно, куда пойдем? Ну, у нас тут... А дальше по улице нельзя, да? Ну, не шуми, не шуми. Тише, собачка. А может быть, наш кот, наша кошка сиамская является ее котом? Ну, это было бы странно. Ладно. Зайдем сюда. Я, конечно, проверю сейчас внимательно. Все. Вдруг что-то маленькая деталечка ускользает. Я очарован картинкой, поэтому могу такие маленькие детальки какие-то, которые интерактивные, именно не замечать. Потому что мне кажется, что это все очень цельно выглядит. А, окей, мы вернулись просто сюда. Хорошо, значит, в другое место пойдем. Не-не-не, вернись, вернись, пожалуйста. Уйди, уйди. Вот. Вот. Мы сюда можем пойти. На площадь городскую. Это город? Очаровательно. Ну, вот скажите, разве вы не мечтали бы жить в таком вот месте? Ну, ведь очаровательно в наш век цивилизации, когда, собственно, везде даже в таких местах, уж точно в цивилизованных странах, абсолютно уверенно я могу об этом говорить, все удобства присутствуют. Ну, там интернет, электричество и так далее. Это же охрененное место, такое спокойное, умиротворенное. Вау. Просто вау. Это наш дом как раз, да? Вот. Надсюда он выглядит таким маленьким. О, кот! Не тот ли самый? Все эти коты смотрят с крыш? Возможно. Возможно. Ну, не нашли это кот, вот что я хотел бы сказать. Ну, ладно. Пока, возможно, мы не можем его никак снять, с крыши-то снять. Статуя Тануки. Многие люди хотели бы иметь такой символ в качестве городского символа. Возможно, хотя он выглядит довольно странно. Но, может быть, в этом-то и прикол. А что, на доске? Мемориальный. Мемориальный. Многие лет назад, мэр Малвин эректил Тануки статю и назвал сквёрт Клаймбинг Старс. Ммм, Клаймбинг Старс. Взбираясь по звёздам. Площадь назвал он эту. Ну, я вижу здесь звёзды, кстати. Лампочки. Здесь, наверное, вечером ещё красивее. Хотя и сейчас красиво. Ну, место какое-то, на самом деле, немножко ощущается нереальным. Слишком уж оно какое-то сверх уютное. Очаровательное. Почти как во сне. Почти. Но не совсем. Так, кто это? Не могу с вами поговорить. Жаль, я бы хотел с любым человеком поговорить. Можно ли в ту часть города пройти? Наверное, нет. Ну-ка. Что у нас? О, да, немножко вот... Да, собственно, вот анимация. Тут есть кто-то художественный... Точнее... Визу... Ну, графические детали, которые не совсем проработаны. Может быть, бюджетность сказывается. Например, вот здесь вот. Да, видите? Вот если мы сейчас сюда проходим. Очень странно выглядит моделька её. Сразу видно, что она прям встроена в экран. Ну, такие придирочки незначительные. То есть, для какого-нибудь супер-упер-проекта, который претендует на 10 и 10, это было бы очень существенно, да, такие вот мелочи. А тут, собственно, игра достаточно очаровательная. И понятно, что всё-таки на большее что-то не претендуют. Ну, то есть, на такой самобытный небольшой проектик с яркой художественной работой. Здесь можно, наверное, простить такие мелочи. Но я вижу, что на самом деле мы можем пройти на площадь, но мы не можем никуда дальше пойти. Или я что-то опять не улавливаю? Сюда бы я, например, зашёл в этот магазин цветов. Здесь столько всяких разных мест, на самом деле, где бы я хотел оказаться поближе. Но почему-то мы не можем пройти никуда. Вот это печально. Вот, сюда пойдём. Это уж совсем рядом с домом. Странно, такая большая площадь, а единственное место, куда мы можем пойти, это рядом с домом как раз находится лавка. Хлебная, да, правильно. Вау, что с нами? Что-то происходит. Я уснула? Нет, не знаю. Просто мои очки идут на меня. Может, я себя повернула, как семи-кончисленный человек, который живет forever. И забыла радостью спрятаться. Я желаю, что я мог бы умереть прямо здесь, и никто не будет меня за несколько дней. Что-то, если я умерла, и умерла мою голову, и потеряла часть моего памяти. Тогда, почему я не забываю другие вещи? Если кто-то спросил мою имя прямо сейчас, я могу повернуть все. Мисс Мизуки? Мисс Мизуки? С // Мисс Мизуки? Эмм... Гритерико. О, извините. Я думала, что ты был по-твоему. Гриста. Ну-ка, давайте возвращаться к теме. Можете мне сказать, кто Вагнер сказал о его fascination с Шопенхауэом и Тристеном? С // Гритерико. Действительно, откуда мы это все получилось? действительно откуда мы это все знаем я бы сейчас пошел гуглить а без лаптопа то я не смог бы это сделать лаптопа дома оставили но происходит что-то очень странное она предположила что вот возможно могла однажды так как раз упасть и потерять часть своей памяти но почему она потеряла именно эту часть своей памяти но мы ведь знаем действительно фамилию скорее всего мизуки но она не помнит именно своего имени не фамилия фамилию видимо она тоже должна все-таки помнить а вот имя не помнят интересно что у вас здесь есть собственно продавец ты любитель музыки да наверное как много хлеба я захотел хлеб съешь вот одну буханку и все больше тебя ничего целый день не захочется есть да вполне звучит реалистично хорошо что здесь есть радио который играет другую музыку а не вагнера не знаю я бы больше вагнер сейчас радовался чем вот этой монотонной музыки хотя она тоже такая ну не сказать что прям отвратительное чтобы мне с тобой сделать хлебник хлеба пекарь пекарь может показать ему фотографию хотя мне кажется не совсем странным забавная идея но может быть позже понятно выпейте сока господин ладно хорошо хорошо я понял я могу взять этот пончик она думаешь надеется что не не повлияет на немного сахара на ее мозг совместе я понял не знаю может быть он как раз ждет что кто-то ему предложит его собственный дончик пончик но видимо это все-таки не так хлеб как хлеб ничего особенного здесь больше не вижу на самом деле но все очень уж странно здесь уж слишком шумно давайте выйдем обратно ой звук фонтана такой умиротворяющий хорошо мы взяли пончик что это может значить я просто пока думаю куда мы можем блин богат лаке и макет от 1 1 не вряд ли мы пончика пончиком кота с крыши стянем нет нужно что-то более изобретательное давай вернемся домой пока что марта хочешь пончик собака хочет пончик я уверен в этом давай я надеюсь что мы вернемся к этому позже действительно раз уж ты так говоришь ладно я знаю кофе без пончиков это вообще неправильно мы дадим джеку он может взять себе ага это его и звать этого мистер пончик или она просто пошутила пекаре короче все могут сами говорит она купить его эти пончики если захотят их то есть она не будет просто так раздавать еду возможно это правильно но может быть мы дадим маленькой девочки пончик почему нет джек не скажешь мне ничего я просто вспомнил как я смотрю как я смотрю на закрытые дворцы в мобильной мобильной что это? я надеюсь что вы не добавляете что-то новое новое для моих обязанностей почему вы не остановили на weekly фильм screenings там? потому что мы не могли бы получить деньги для купить нового нового а также близко не очень социальны и это трудно их все вместе вместе с теми я помню что у тебя есть коллекция лучших 35mm фильмов давайте разговаривать это снова я любил о технике Я так и сделаю. А, у нас же ещё карта есть. Спасибо, спасибо. Окей. Ну, нам сказали, где мы можем посмотреть фильмы, например. Или взять те фильмы, которые забрал у Джека друг и не вернул, и это разрушило их дружбу. Очень мрачная история, и поэтому они также прекратили смотреть фильмы на чердаке. Там закрытая дверь, помните, да? А раньше они все дома могли собраться и посмотреть там старые фильмы. Это было бы так душевно, действительно. Я бы не отказался от этого. Но я готов и сам посмотреть действительно старые фильмы в одиночестве хотя бы. Потому что мы любим, как и наши героини, старые фильмы. Ведь вы тоже, надеюсь. В общем, грустно опять же, но тем не менее. Так, ну ладно, пошли смотреть старые фильмы. Точнее, искать их, можем ли мы их вообще найти. Да, почему я все время в лифт захожу? Потому что не совсем правильно сделанное... Вот тут вот, да. Нужно совсем к краю экрана подвести, чтобы понять, что ты выйдешь в город. Двери никакой не видно. Все. Отправляемся на поиски фильмов. Подождите, как открывать карту? Там же была какая-то кнопка. М, да, по-моему? Ну да. А-а-а. Это дневник. Это не карта. Здесь она заметки оставила. Новая система для стука. И вновь я... Должна использовать мои музыкальные знания. Джек пообещал открыть заново комнату для просмотра фильмов. Если я верну ему коробку с фильмами. Ну да, кстати, вот он даже так, да. Мне кажется, что все очень сконцентрировано на здоровье дома. Ну, на здоровье дома в кавычках, да. В смысле, то есть, вот здесь нужно проникнуть в дверь кому-то там. Опять же, восстановить чердак с просмотром фильмов. Как будто она что-то хочет сделать со своей, возможно... Со своим сознанием. Или со своей памятью. Какие-то такие мысли опять возникают. Ну, здесь больше нет никаких заметок, на самом деле. Хорошо. Я думал, что я карту открою. А карта у нас какая кнопка? Все-таки я забыл, да? Тап. Окей. Вот, хорошо. Вот наш дом. Здесь, значит, площадь Тануки. Ну, это мы и так знаем. А здесь вот Лексингтон-стрит. Мы можем отправиться сюда, да? Вау. Летит, летит, летит. Детали такие важны, я вам гарантирую. Без них ничего не работает обычно, магия не срабатывает. Кто-то музыку-то исполняет. Хорошо. Во, кто-то пропавший слон. Слон играет большую важную роль во всем этом сюжете. А там цирк как раз. Видимо, он был главным в цирке. За 200 долларов его разыскивает. Ну, награда 200 долларов. Так, а ты кто такой? Старый рыбак? Да, ну, мы на всякий раз. Ну, отлично. Ну, ну, то есть у вас как будто ты с блуд한 глазами за окно. Не волнуйся. Ой, это он же. Я знаю, что ты не можешь спать больше, после того, что я увидела меня в нём, и ты не можешь сказать никого. Кто-то не помнит её свой имя и видит инвестирующий мужик будет уйдеть в Мад Хаусе. Ты меня застрелил. Как я могу избавиться от этого инсомнения? Возвращение к моему. Если я уйду, ты уйдёшь. Но не волнуйся, что сейлой, кто смотрел на морозон Круто. Она обновила свой блокнотик записками, меморанду, как раз. Вау. Чтобы не забыть об этом, возможно. Но если это вот именно квестово будет реализовано, то есть нужно будет что-то очень сложно тут осознавать самому. Вот эти все подсказки какие-то. То есть, как сделать так, чтобы вот этот рыбак, например, заснул, да, если он рыбак? Хотя это только сейчас он нам рыбаком представляется. В общем, он говорит, пока я не засну, ты тоже не сможешь заснуть, а она хочет избавиться от своей бессонницы. И, естественно, он говорит так же, что если кто-нибудь узнает о том, что она вид такого безумца, ей попадается с покрасневшими глазами и не может заснуть, то ее отправят быстренько в психушку. Что, наверное, конечно, тоже ее не радует. Кто ж там такой певец отличный оперный? Так идите в оперу, господа. Что ж вы тут-то на улицах тратите свой талант впустую? Да, никакого сна для нашей Герейни, пока этот рыбак пробужден. Найдите что-нибудь, чтобы он мог исчезнуть. Да, это будет нелегкая задачка. Может быть, он съест пончик, а в пончик подсыпать можно снотворно. Ну, я бы мог подсыпать в пончик снотворный, но я уверен, что здесь не все, все не настолько вот тут тупо. Если бы не пропавшие слона однажды, который пропал без следа, то их городок, вот этот милый и очаровательный, вообще бы никогда не попал в газеты. Понятно. Нам нужно вот в этот дом, очевидно. Да и больше тут и идти-то некуда, скорее всего. Так что двигаемся, я уже не могу и слушать этого певца великого. Ох, слава богу, здесь его не слышно. Но что здесь вообще происходит? Да, я думаю, где-то здесь могут быть старые пленки фильмов. Место такое, аутентичное. Немножко криповая, да. Кукла. Часть куклы, я бы сказал. Нет, ничего страшного в этом мире, чем благородная и благородная кукла. После бросаться в дом, лучше не перестать ничего, пока встретиться с домом. Или в мрачном коридоре, может быть и там, может быть это обманчиво, что здесь яркий свет и нам надо идти туда, а на самом деле нет, надо идти в коридор мрачный, темный. Хорошо, не будем смотреть коробку, как договорились. Бесполезные предметы. Это улики того, что человек, который здесь живет, много пытался стать артистом, но у него в итоге, может быть, это не вышло. Да, слушайте, ну прям все доказательства. Он, может быть, хотел бы стать и делать, и начать скульптуры, скульптором, то есть стать, возможно, художником, кукольным актером, не знаю, возможно. Сейчас узнаем. Какая уютная комната, я... Я антуражами здешних помещений не перестаю восхищаться их теплотой. Вот. Где играет эта шкатулка? Да, действительно, смотрите, кукольный театр. Я не ошибся. Она иногда перепроверяет, кстати, свою меморанду. Тоже приятная такая деталь. Да, здесь нет никакого порядка. Собственно, бесполезно его даже здесь пытаться найти. А может быть, все-таки... Нет, вряд ли. Старая ваза какая-то. Напоминает ей о доме бабушки. Здесь, похоже, нет владельца. А может быть, здесь он как раз прячется, ждет, пока мы подойдем, и начнет свое представление. Я не удивлюсь. Что она хотела бы игрушку... Ну, куклу черного монстра. Ну, зачем тебе это? Что-то как-то... В общем, она даже не хочет подходить сюда, потому что до сих пор не увидела владельца. Ну, значит, он в коридоре сидит. Я почему-то подумал, что он может там как раз прятаться, прям за занавесом. В коридоре. Как бы не темен он был, мы туда зайдем. Воу, воу. К нам подбирается паук. Я бы здесь просто реально боялся находиться. Много-много разных картин. Маленькая девочка, а не та ли самая. Тихо. Мне нравится чувство, которое выражено в этой картине. Картина хорошая. Ну, такая, знаете, детская кажется, как будто, да? Но, тем не менее, действительно, атмосфера на ней выражена приятная. И в лицах девочки с собакой. С мордой собакой. И с самой природой. Снег в войне. Что еще может быть wrong? О, боже мой. Говорит, снег в зоне боевых действий. Что еще могло пойти не так? Ага, в России вторая мировая, она Великая Отечественная. Ничего, да? Они должно быть были богатой семьей, раз их портреты нарисовали. Да, знаете, неужели они это оплатили? Так, ну и, в конце концов, гостиная. Куда мы сейчас зайдем? Вот эти картины, к сожалению, посмотреть нельзя. Хотя они, кажется, мне тоже достаточно интересными. Вот это тоже нельзя интересно, кто на ней изображен. А вот и, судя по всему... Да. Мы знаем друг друга? Она вспомнила? Мы работали в ресторане? В его ресторане? На 20-м дне рождения. Нифига себе! А, 25. Возвращение. Я вспомнил, что ты не хотела быть ни умнее. Ты, но у тебя, но у тебя есть хорошая память. Интеллигенция была единственная вещь, которую я была уверена за мной в то время. Я знал, что ты очень умнее, когда я увидел тебя на дворе, державший стакан. Я хочу проверить тебя. Можно я? Конечно. Я curious, как я получил. Это было время, когда ты должен быть умнее. Когда я взрослый, я взрослый, я взрослый, я взрослый, чтобы связать все вместе с тем, чтобы связать странные вещи, и создать странные вещи. Видите, что это громкостью ТВ? С секретным кодом, ты можешь связаться с телевизором Глобалом ТВ, 100 лет назад. Ты смешиваешь? Я думаю, что нет ТВ, 100 лет назад. Не забывай, что старый человек, который у него умер, в его руках. ТВ или нет, все вновь летят в воздухе. Может быть, ты прав. Давайте посмотрим на твои инвенции. Вау. Это был еще тот диалог. Несмотря на уровень озвучки, опять же, немножко меня смущающий, да? Не самый такой потрясающий. Но, тем не менее, это был диалог диалогов. Вот, наверное, когда авторы создали вот, например, вот этот диалог, они сказали Давайте мы напишем, что мы вдохновлялись вот тем-то, тем-то. Потому что... Сильно, на самом деле. И она написала это все наискосок еще. Старый мужчина попросил меня... Ну, старик попросил меня решить пазл. Ага, ну самое то, да, для нас. Он странный, на самом деле. Ну, в общем, он был ресторатором. И он знаком был только с двумя людьми из этого своего ресторана. А с менеджером и с нами мы работали в этом ресторане, когда нам было 20 лет, собственно. А сейчас нам 25 лет прошло столько-то времени. И она очень хорошо запоминает цифры. Многие. Да вообще, некоторые такие факты про музыкантов тоже запоминают удивительно. Ох уж эта память избирательная. Болезненная. Проблемы с ней настолько могут быть странными, действительно. И она говорит, что он еще странный. Да мы сами странные. Ну, на самом деле, все вокруг странное. Но мы... Что мы можем сделать с этим телевизором? Он тоже про телевизор очень странные вещи сказал. Слушай, а если мы покажем ему фотографию? Ну, не знаю. Хорошо. Я дам тебе пончик, друг мой. Ну, ладно. Может быть, он, как бывший ресторатор, мог бы это оценить. Или, может, он хочет сок выпить. Но мы не видим его лица и вот эта вообще... Перспектива, которая здесь представлена, да? Вот этот план, кадр... Очень классно сделан. Хорошо, вернемся в коридор. Здесь все равно больше делать нечего пока. В общем, он попросил нас решить пазл, но точно даже конкретно не выразился, что от нас требуется. Все очень как-то в тумане, действительно. Как будто перед нами. Ну, теперь мы можем прикасаться к предметам. Так, вот этот пазл, да, судя по всему? Первая подсказка. Ха, нам нужно будет сформировать слова. Ну, это для нас достаточно сложно будет. Взглянем поближе. Или как нам перемещать? А, окей. Так, а какие слова? О, еще здесь... Вау. Цифры есть. 16 и 6. И еще 6. Так, почему-то вот здесь одна 6, а здесь такая 6. Что происходит? Это О? Вау. Ну, над этим мы сейчас напряжемся очень сильно, так что давайте-ка... Ну, не, давай вторую подсказку. Ну, вторая подсказка достаточно прямая. Решение, говорит, она спрашивает на книжной полке, что я должна искать на книжной полке. Возможно, кстати. Давайте взглянем туда. Может быть, книжная полка, на которой, казалось бы, нет никакого порядка, на самом деле все-таки содержит в себе какой-то порядок? Пазл выглядит достаточно интересным и в то же время, скорее всего, сложным. Ну, и еще сейчас сюда мы заглянем, наконец-то. Это и одновременно крипово, и одновременно мило. Хотя эта игра уже умудрялась это несколько раз сочитать в себе. Здесь тоже нужно пазлы решить. Короче, он хочет, чтобы мы все эти пазлы решили, и тогда он нам поможет. Но, как все, так, знаете, витиевато все взаимосвязано. Этот человек, у которого мы должны были взять фильмы, оказывается нашим ресторатором. Ну, то есть, вообще, я... Атмосфера здешняя, она, конечно, особенная. И я примерно начинаю понимать. Хорошо, это тоже достаточно сложный будет пазл, поэтому сейчас на него пока тратить время не будем. Я думаю, сейчас заканчивать уже будем. Просто я взгляну все-таки на полку с книгами. Может быть, вот эти книги, которые стоят, они каким-то образом все-таки... А может быть, полки пустые нам должны что-то сказать? Мне кажется, мне понадобится третья подсказка, чтобы решить этот пазл. Так или иначе, знаете что, давайте будем заканчивать. Игра действительно не для всех, наверное. Во-первых, вам нужно знать английский язык, желательно даже намного лучше, чем я. Здесь действительно очень интересная история. Есть стилистика повествования очень своеобразная, такая очень цепляющая, ради которой именно и хочется двигаться вперед. Она и создает, по сути, атмосферу. Художественное оформление, вторая часть этой атмосферы. Картинка волшебная, на самом деле. Очень привлекательная. Есть здесь проблемы в визуальном исполнении, в анимации, в звуке. Я говорил и про музыку, и про озвучку. Но, в целом, все равно, повествовательная часть очень хорошо выполнена. Геймплейная, по-моему, возможно, пазлы здесь и не самые логичные будут. Но, может быть, они не должны быть логичными, и не самые вообще такими элегантными. Тем не менее, мне кажется, все равно, эта часть не так уж ужасна, как ее некоторые ругают. То есть, игра, на самом деле, достойная. Если вы, конечно, разбираетесь именно вот в повествовании, как не просто в интересной истории, а в повествовании, как повествовании с интересными приемами. Здесь все это, по-моему, присутствует, действительно. Поэтому авторы не просто так, ни для показухи, ни для маркетинга, только лишь использовали вдохновленного произведениями-мураками, хотя, с которыми я все еще не знаком. Но, на самом деле, после этой игры, не знаю, когда, но я обязательно постараюсь что-нибудь почитать. Те же короткие рассказы, почему нет. В игру я, наверное, продолжу играть. Мне будет, наверное, сложно, поэтому для прохождения это не совсем актуально будет. То есть, я что буду просто сидеть перед пазлами 30 минут или еще больше, и пытаться их решить, это не совсем, скажем так, будет зрелищно. Но, наверняка, я обязательно продолжу. История меня зацепила, хотя и не совсем она то, чтобы сразу прям тебя такая «О, захватывает!» Ты, скорее, проявляешь любопытство к ней, а потом тебе просто начинает казаться она интересно-странной. Вот, наверное, правильно выразиться можно. И находишь какие-то такие в ней живые нотки, очень необычные. Все это действительно круто. В общем, меморанды меня порадовали, на самом деле, после всех отзывов, которые я о ней видел. Поэтому игра достойна. Игра достойна нашего внимания. В следующий раз мы сыграем какую-нибудь другую новинку. А на этом давайте действительно все заканчивать сегодня. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока.